Ребят, всем привет! Ко мне Илья приехал из Псковской области, да? Нет, Тверская область. Граница Тверской-Новгородской. Граница Тверской-Новгородской. Помнишь, это далеко. Рядом с Валдаем. Такой вот интересный парень, харизматичный. Вот, кому интересно его координаты. И у него здесь офигенная вещь в руках. Это Рогатка, Биг Шот, производство фирмы Нольч. Нольч, нольч, нольч. Что это делаем? Что купил? Что купили? А, снарягу. Вот такая вот. Такая вот интересная. Их же две модели. Это какая у тебя сейчас? Где я хрен знаю, честно. На самом деле, офигенские вещи, вот эти вот, рогатки, да, американские. У них вот такие вот быстросъемные соединения, вот как видите, да? Можно попросить тебя? Подержать или... У них вот так вот все быстро собирается, вот раз. Ай, блин. Ну, а сверху тоже так же одевается. Не буду распаковывать это. Ильин, новая офигенная рогаточка. По сроку службы вот здесь резины, ну, из моего опыта, да, вот резина данного производителя живет максимально долго. Ну, она, конечно, тоже лопается. И, как бы, вот эти резинки, вот эта голова, она продается отдельно на американских сайтах. Там, кому надо, пусть себе заказываете. Стреляет она лучше, чем все остальные. Сейчас начали Букингемы выпускать, тоже рогатки. Но я пока еще не стрелял из-за их рогаток. Ну, посмотрим, да. И на самом деле нужно подождать отзыв. Намного лучше, чем наши отечественные. Сразу скажу. Но, правда, ценник на нее сколько стоит? 26 тысяч рублей. 26? 24 тысячи рублей. Вру. Комплект. По ценам не скажу. Комплект. Конверт квадратный. Линь. Два груза. Так, вот конверт. Это такая сумочка квадратная, чтобы дни складывать. Вот линь. Роб Рэнч Блок Ролик 2. Линь. Два трусика и два карабина 63 тысячи. Охереть, ты разорился. Фига себе. Фига, этого. А это твоя штукенция? Сколько стоила? Она же одна вот эта штучка. Она что-то в районе 200 долларов стоит. Да, одна из этой штучки там, что около 9 рублей. Дверьте, по-моему, дороже надо. Вот. Ну, короче. Давайте я вам покажу вот этого офигенно богатого человека. Вот. Это он у нас пилит такие заказы, что может себе позволить. Редкость. Редкость. Реально редкость. Знаешь, вот. А все, кто общаются, реально все хотят такое снаряжение. Но у всех жабы давят. И у меня, кстати, тоже. Я когда-то себе купил, блин, ни капли не жалею, но когда покупал, это прям были слезы. Скажи, пожалуйста, о своем последнем заказе. Вот ты сказал, 31 Соснов. Ты его через тендер выбивал, да? Нет. Позвонила московская фирма. Не буду называть ее. Нет. В Москве очень не любят это самое. Предложили заказ. Я съездил, посмотрел, оценил. Ну, оценил недешево. Но у них там выборы не особо были. Поэтому верно согласились. Вкратце я скажу. Илья... 31 дерево. Да. 31 дерево, кладбище, елки там до 80-80 метров. Ну, вот, офигенные заказы. И помимо этого, вот у Ильи, вот, кстати, очень нужная вещь, вот такая реклама. На моей рабочей машине Ниве тоже наклеен номер телефона, приносит заказы. Пару штук в месяц, особенно когда вы работаете, да, вот где-нибудь за городом, вот эта наклейка вам принесет. Вот сколько у него красоты. 361-й, 661-й. Слушайте, у кого будет возможность купить вот 661-го, вот этого вот монстра? Второй у меня уже. Это уже... Один кончился. И корону Фисклс, вещь офигенная. Подсобником, видите, намного легче снимать. Короче, вот кому, у кого получится, такие покупайте. И по пилам, давайте посмотрим. Вот у него... Так, это что за номер? Какой? 190-3. О, у меня такая же. У меня такая же пила, только у тебя шина, ты отдельно, да, брал ее? Нет, у меня чехольчик отдельно брал, шина статная. А, да. А что про эхо скажешь? Двоякие ощущения. Она мощнее шителя 192-го. Ощутимо мощнее. Особенно с тонкой гарнитурой. У нее очень хороший мотор, поршневая, сама по себе эховская. Очень-очень хорошая, похоже объясню. Но она тяжеленькая, и у нее хрупкий пластик. Я его, надо было, работал с вышки, уронил вот с такой высоты, вот так вот, просто, уронил и кинул. В люльку. В люльку кинул. Ага, и треснул здесь? Сломалась вышка. А, да ладно. Еще косяк, а вот по поводу хрупкого пластика. Ага. Еще косяк, вот эта крышка, бывает, падает. Сама? Сама. Просто открывается, падает. И один раз, ну, всегда находил, один раз упал, а вместе с фильтром воздушным. Фильтр ждать неделю, надо работать. Пришлось купить 192-й. И ни разу не жалею, сейчас работаю ей. Ну да, в чем нюансы у эхо, что реально запчасти приходится иногда довольно-таки долго ждать. Вещь хорошая, но когда сталкиваешься с ремонтом, ну, это отзывы от всех, немножко... Подложил резиночку под эту, и все нормально, не выпадает. Вскрывали, переходил на синтетическое масло, на все пилы. Вскрывали поршневую, штиль на год моложе. Ага. Вот, вскрывали поршневые, чистить от нагара. Ага. Вот, и поршневая на эхо намного лучше. Что ему, штиль? Потому что, ну, знаете, задиров меньше. В более лучшем состоянии. А по стоимости чего стоило? 24 тысячи кратства. 24 эхо? Да. А, это же 24 стоит. 21 я ее покупал. Эхо дороже? Мне казалось, они там что-то... Ага. Но я давно уже пилы не покупал. Ага. Ну, короче, вот. Ну, пластик, говно, сейчас. Пластик, говно. Ладно, услышали. А, что еще здесь? А вот говно покупались у Сергея. А сколько лет назад? Фильм древорубик 4 года назад. Как раз на самое начало моей работы. Слушай, ну они себя отработали в тысячу раз. Да, когти до сих пор родные шипы. Точились один раз. За 4 года сломались кольца. Ну, одно. Ага. Ну, одно кольцо сломалось, я его поменял. Ремни до сих пор родные, падли родные. Ну, пусть трепались, падли. Ага. Ну, 4 года как бы работают усердные. Так, знаешь, я тебе подгончик сделаю, я тебе новые ремни. Это отправлю. Хорошо? Ты мне смс-кой пришли. Куда тебя отправить? Вот, зажимчик тоже покупался у тебя. Безискоро работают. Так, подожди, у тебя 14-ая охватка, я тебе сейчас 11-ую принес. Я новую. А, ну зажим этот подойдет. Зажим, кстати, под эту охватку не рассчитан. Под эту охватку не рассчитан, я поэтому у тебя охватку еще купил. Да, под эту. А здесь больше смотреть особо нечего. Ну, а здесь по мелочи, да. По мелочи, понтины, петли, карабины, всякое железо. А, ножовочка, как у тебя. Офигенная ножовка. Офигенная, да, не спорю. Купил под заказ. Подожди, не, у меня сабельная, у тебя она прямая. Я покороче брал, потому что... Ну, вот это аккуратно, они любят... Уже. Уже погнул. Блин, ну да. Вот. У них полотно меняется, страшная проблема. А, да. Брал под заказ, не жалею, отработал себе. Бал ее, и высотолез Штилевский за 24 рубля, 4,40. Высота палки и ножовка. Красота. Вот эта вот красота. Очень выручает, нужна редко, но когда нужна... Ну, да, да, супер-супер, не спорю. Есть такая. Так, этот вопрос, хочешь отвечай, не отвечай. Слушай, скажи примерно, вот по твоим мнениям, нормальный арборист, который работает, сколько зарабатывает? Слушай, зависит от работы, месяц на месяц не приходится. Ну, вообще, я считаю, если ты работаешь где-то, ну, в более-менее небольшом городе, хотя бы, если они группы в Москву, то, ну, Чистоганом сотку можно вытаскивать, если усердно работать и не сидеть на месте. Ага. А вот такой небольшой город примерно сколько жителей? У меня, я вообще в деревне живу. Ты в деревне? Я живу в деревне, поселок Выползово, в 30 километрах Валдаев, 30 Балагоя, 62 очка, 150 новых, ну, к посередине между Москвой и Питером, короче. Ну, ребят, короче, с такой профессией очень много ездить надо, то, что ты живешь в Питере или в Москве, это на самом деле не особо что значит, потому что приходится выезжать километром за... На заказ, вот, езжу в Удомгин, на заказ 167 километров в одну сторону. Ну, оно стоит товар. Ребят, пожелаем Илье удачи. Я извиняюсь, что темно. Ну, увы, да, получилось с Ильей встретиться вот так вечером, у нас рано темнеет. Ну, думаю, кому что-то интересно, они все увидели. Если вдруг что-то было непонятно, номер телефона вы Илье видели, если кому-то там с ним надо пообщаться. А так, как обычно, вот мой номер телефона. Если кому нужна снаряга, набирайте, буду рад. Все, Илья, пока.